У ученицы 166-й школы Алины Роговой ответственный день. Она почти два месяца со дня своего 14-летия ждала момент, когда получит свой первый паспорт. И причина ждать была. Документ она получила из рук главы города Елены Лапушкиной. Признается, это вдохновит ее на новые свершения и более активную работу в движении «Первые». Очень волнительно и в то же время очень интересно. Мне предложили в школе это такое мероприятие. Я согласилась. Всего глава города вручила более 30 паспортов, которые для юных граждан стали первыми. Торжественная церемония состоялась в честь Дня Конституции России. А в напутственном слове Елена Лапушкина напомнила, что вместе с документом у ребят появились не только права, но и обязанности. Пожелать я вам, наверное, хочу только одного. Быть достойными гражданами своей страны. И нам по-настоящему повезло, что мы родились в России. И хочу пожелать, чтобы вы всегда словом и делом соблюдали принципы и смыслы, заложенные в Конституции Российской Федерации. После церемонии глава Самары приняла участие в программе «Госстарт» и пообщалась со школьниками и студентами факультетов государственного и муниципального управления. Молодых людей интересовали в первую очередь личные вопросы. Кого Елена Лапушкина считает своим наставником, какие качества должны быть у работника муниципальной службы, а также в чем она видит главную миссию в своей работе. Мне хочется, чтобы каждый проникся этой любовью. Я понимал, что город у нас действительно удивительный. Есть замечательные города, потрясающие города, интересные, богатейшие истории. Но сама она родная. Вы знаете, как в кровь вошла, и все. Вот так же мне хочется, чтобы каждый из нас чувствовал этот город. Также обсуждали перспективы и возможности муниципальной службы в городе. Глава Самары пригласила студентов на стажировку, а также заверила, что если они проявят желания и идеи, которые помогут городу стать еще комфортнее, то они обязательно смогут добиться успеха в своей работе. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.